Все, кто в городе был, все ехали в село, потому что все, ну, как бы, и говорили, что в селе будет безопаснее, но оказалось не так. В первые дни более-менее там было нормально. Они через нас, получается, пролетали. Они прикрывались нашим селом. Они вот прям, знаешь, вот так через снизу вот дома, и они вот именно, знаешь, так, чтобы дома их прикрывали, вот так пролетели там. Мы все видели, мы все слышали. Колонны почти каждый день туда-сюда, и всегда их колонны. Мы за это время, наверное, увидели все, что можно было увидеть. Нету света, нету воды, соответственно, нету отопления, потому что оно все связано со светом. Сейчас люди до сих пор там без света, без всего этого. Было страшно, было очень страшно, потому что у нас погреба нету. И когда они начинают хотеть, вы же понимаете, у них всегда может сработать, может упасть и на дом. И такого было, что никогда не забуду эту ночь, особенно, когда они хотели по 2 часа. Мы думали бежать к соседям. Я закутала малого в одеяло, он спал. Но мы не могли открыть двери, потому что волна настолько давала, что просто невозможно было. Мы боялись открыть двери. Молились, молились, чтобы ничего не попало, чтобы дом выдержал, чтобы он не развалился. Вот и все. Страшно, когда резко тишина. Когда тишина, вот это 1 часа, они сначала хотели, а потом резко тишина. И ты ждешь, ждешь или вертолет, или самолет, знаешь, потому что мы это видели, когда вот первомайские хотели. Они сначала хотят, хотят, потом тишина, и что-то летит. А после этого это уже все. На твоих глазах ты понимаешь, что там у тебя родственники, у тебя там друзья, у тебя там все. И ты видишь, как они туда летят, как они кидают, как оно все взрывается. Я начала вылазить на крыши, искать связь, звонить сюда, к всем, кому могла. Начала кричать о том, что нас нужно вывозить. Потому что я понимала, что это так не закончится. Понимаешь, когда ты уже не думаешь ни о чем, когда ты не можешь ни о чем, даже представить, что ты кого-то можешь увидеть с родных, ты просто думаешь о том, что вот, ночь ты пережив, а что дальше? Я не могла допустить, чтобы мой ребенок закончил вот так. За что? Мы смогли выбраться, выбраться только своими силами. Нас приехали, забрали свои же. Когда я приехала сюда, и я знаю, что там много людей, которые хотели выехать. Мы начали сами здесь искать автобусы, волонтеров. Сейчас, сегодня, должны поехать, должны вывозить тех, кто хочет. Мы создали группу тех людей, которые сейчас здесь, чтобы помочь тем, кто там остался. Ведь там нет ни еды, ничего. Понимаешь, там все заканчивается. Продолжение следует...